Мои любимые, у нас так холодно в Турции, я даже и не представляла, что такое может быть. Зимой так не было. 13 градусов сегодня, но ветер просто дикий. Я так замёрзла. Пришла домой срочно, горячий душ, халат надела, тапочки надела, носочки надела. Сейчас буду теплиться, возможно, выпью вина. Телефон, как обычно, разряжен. Телефон, как обычно, разряжен. Сейчас надо зарядить. Буду готовить кушать. Ой, 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 ой. Ой, что ты именно делаешь? Надо включить свет. Ставлю у вас в штатив и заодно в розетку. Ох! Что творится на белом свете? Ох! Так, секунду. Так, всё. 4% было на телефоне. Готовить будем. Сейчас покажу. Сейчас ты не возьмёшь с собой, допустим, чтобы показать, что я достаю из холодильника. Потому что вы в розетке. Готовить будем тыкву. Я её купила вот ещё когда, фиг знает когда, давно порезала кубиками, приготовила. И вот с такими котлетами. Тыковка и котлетки. Я думаю, что будет очень вкусно. Турку после утреннего кофе так и не помыла. Ну, слава богу, у меня хоть кастрюля. Ой, не кастрюля. Хоть сковородка чистая. И на этом спасибо. Ой, мои дорогие, как холодно на улице. Да холодно-то, но не холодно. Ветер, просто шквалистый ветер. Просто сумасшедший какой-то ветер. Тыква, кстати, знаете, это такой продукт, который вот на любителя. Просто на любителя. Но, если ты к ней привыкнешь, она такая классная. Она такая вкусная. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто тыкву любит. Я от себя не ожидала, что люблю. Знаете, ну, каждый день я тоже не особо готова ее есть. Сейчас мы закроем крышкой. Как это сделать? Ой, 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 ой. Не люблю, понимаете, когда вот на крышке, на всякие вот эти вот поверхности делают этикетки. Вот я ее сняла. Я знаю, что как-то вот там есть способы снятия вот этой вот наклейки. Знаете, например, когда купишь плентуса на потолок и обмотают скотчем, а потом скотч не можешь это драть. Такой трудом вообще. Это все портит, а? Так, котлеты у нас будут вот такие вот. Из говядины. Они уже собранные. Имеется в виду собранные, сейчас скажу, слепленные. Неправильно сказала, слепленные. В Турции, знаете, классно. Вот такими вот промежуточками, видите, пленочкой сделаны. Заморозочка. Пахнет очень вкусно. Ох, пахнет, знаете, как свежим фаршем. Но вкусно. Вот в детстве помню, когда родители стряпали пельмени, всегда папа пробовал с фарш, посолит, поперчит его и пробовал. И это как-то было заведено, и не было ни у кого никаких ни глистов, ничего не было. Все нормально было. Хорошо, мы жили в Советском Союзе. Слушайте, похоже дело, у нас сегодня отключат Инстаграм. Похоже. Похоже дело. Ну, отключат, отключат. Что делать? Ну, просто это неимоверно, что они творят в социальных сетях. И это потворствуют владельцы этих платформ. Так, сейчас мы котлетки поставим. Так, как-то удивительно, я с первого раза зажгла. Не эту, не эту, а вот именно эту. Сын, прям сама себе удивляюсь. Так, а сейчас мы, а сейчас мы, а сейчас мы. А давайте я вас немножечко вот сюда пододвину. Сейчас мы будем класть котлетки вот сюда. Пожарим, у нас будет вкусный ужин. Просто потрясающе вкусный будет уже. Классно, все налеплено. Хозяйки в три яруса. Здесь сколько? 400 граммов, наверное. Это стандартно вот у этих. Да, 400 грамм. Вот такие вот котлетки. Наверняка это какая-то, ну, как машинная обвалка. Но имеется в виду, что не ручная лепка. Хотя фиг его знает. Я посмотрела по новостям. Завод в Калининграде, так они вручную собирают шпроты в банку. Называют калининградское золото. Кстати, там сейчас столько шпрот на складах. А еще мир потрясла вообще просто такая новость сногсшибательная. То, что выяснили наши, наши военные в ходе спецоперации. Надо убрать в холодильник. Один ярус котлеток не влез. Ну, может быть, на завтрак пожарю. Ничего, да, Инка проснулась, котлетки пожарила на завтрак. Общественность просто несет, трясет просто. Вы посмотрите, что в Украине разрабатывалось какое-то оружие массового поражения против человека. Это просто. Об этом говорят на американском телевидении. Об этом везде говорят. Это просто жесть. Мне сегодня девчонка сбросила видеоролик в Инстаграме одного парнишки. Так, подожди. Не прочитаны. Как это? Как это мне взойти-то, господи? Так, мессенджер. У вас нет непрочитанных сообщений? Ну, а прочитанные где? Какие-то мужики пишут мне. А, вот, показать все сообщения. А, вот, мне Алина сбросила. Смотрите. Большим интересом посмотрел американское телевидение. Там грандиознейший скандал, связанный с биологическими военными лабораториями на Украине. Китайцы предъявляют, россияне предъявляют. Весь мир начинает предъявлять. И сами американцы спрашивают, очень строго спрашивают на телевидении и в официальных структурах. Спрашивают с вот этой шайки, захватившей власть в США, с команды Харрис, со всех клоунов, там, зомби, Байдена, со всей этой кироты. Мне чаще спрашивают, что же вы делали, что вы натворили, как так получается. Вы все отрицали, все это было фактчекеры, вот эти, тоже мудаки на зарплате, которые всем объяснили, что нет, это все вранье, это теория заговора. Не может такого быть и вдруг выясняется, что да, действительно, в самой бедной, самой нищей стране Европы, которая никаких медицинских исследований нормально не может проводить, вдруг оказывается, существует не одна, а несколько военных, абсолютно хай-тек лабораторий по исследованиям, которые вообще мало кто может себе позволить, по сверхопасным исследованиям. Так что факт, действительно, все это было, все это есть, и вот это все сейчас находится на Украине, которая сгорает в пожаре войны. Представляете? То есть, оказывается, все это было не вранье, все это было не чушь, не выдумки, показывают по телевидению, у них там генерала русского, который пресс-конференцию отдает, разных показывают деятелей американских, которые лгали о том, что нет, ничего не было такого, и на самом деле все это вранье. Конечно, вранье. Наши документы нашли, наши все нашли. Вы посмотрите, что они делали. Это нацисты, это просто, это такие вообще люди. А сегодня встреча у нас еще была с Путина и Лукашенко. Непонятно. Ой, пожалуйста, не упади. В России, потому что они как Российская империя закончат, развалятся просто и все. Я советую вам, кто знает английский язык, посмотрите, что сейчас творится в американском информационном пространстве. Кто знает английский язык, посмотрите, включите американские новости, посмотрите. Вы посмотрите, что просто в мире творится. И разворошили мы это осиное гнездо, змеиное, я бы даже сказала. Ужас просто, ужас, что творится. Это куда мир катится. Ой, мои дорогие, лишь бы у нас все было хорошо, у нас у россиян. Давайте выпьем за это. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. За то, чтоб жизнь стала краше, ведь жизнь одна. Давайте выпьем, Наташа, за взгляды без слов. Давайте выпьем за нашу любовь. Таран-тан, 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 таран-таран-тан. Я вот возле плиты стою, как согреваться начала. Санта-Барбара, ты прекрасна. Но я готова отказаться от Санта-Барбары, если это санкционка. Нахера мне не нужна эта санкционка. Я готова отказаться от вина любимого. Готова. Повторяю, что я вас взять не могу, прям показать, переворачиваю. Потому что вы в розетке воткнуты. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Котлеточки, посмотрите на оливковом маслечке. А чем плохо? Можно картошки нажарить, котлет нажарить. Нам не нужны никакие чизбургеры, вот эта фигня. Мы будем пить домашнее вино. Кстати, у меня дома есть вино. Но в России, честно, я не собираюсь. Не собираюсь. Не собираюсь. Парам-парам, парам-парам. Так, а ну, горячая крышка. Так. И здесь. О, сейчас мы, сейчас, так, я ставлю вас. Перемешаем сейчас. Ой, маленько подгорело. Стою, болтаю. Ой, чуть-чуть подгорело. Но вовремя заметила. А, несколько всего подгорело. Это не страшно, слава богу. Будет тыква и с котлетами. Очень будет вкусно. Будет просто обалденно. Вот такой вот у меня будет ужин. А что у вас на ужин, напишите мне в комментариях. Это мне, знаете, постоянно предъявляют за мои слова. Я же говорила, что я не буду работать на ютюбе бесплатно. Так я и не бесплатно работаю. Не бесплатно. Бесплатно работать я никогда не буду. Меня смотрят за деньги в других странах. Меня смотрят... У меня есть спонсоры не в России. Так что не переживайте, хейтеры, за меня. Вы за себя переживаете, хейтеры. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А вам есть за что переживать? Есть. А у меня все хорошо. Ой. И у россиян тоже. Ой. Потрясающий вечер. Кстати, вечер, 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 вечер. Я вам сейчас скажу, сколько. 19.45. Время. Время московское. А скоро весь мир будет жить по московскому времени. Ну, не весь мир. Ну, а там. Та, та часть Европы. Хе-хе-хе-хе-хе. Котлеты, тыква, вино. Люблю вас, мои дорогие. Спасибо за лайк. Спасибо, что вы у меня есть. Но если закроют и ютюб, мы с вами все равно найдемся. Потому что я, если я буду что-то создавать на просторах интернета, это будет, конечно же, авторская что-то. Это будет Инна Судакова. Так что мы с вами не потеряемся. Все, люблю вас, целую, обнимаю. Всем доброго вечера. Пока. Спасибо за лайк.